Друзья, добрый день! На связи Александр Янюк и команда ТВТ Эксперт. Рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник, время подготовиться к торговой неделе. Погнали! Американский доллар продолжает свое снижение, хоть и небольшое. На текущий момент мы видим, что присутствует лимитная поддержка. Здесь видно четко, что продают по рынку, но цену особо не опускают вниз. И это первый признак лимитной поддержки. Хотя пока объемы не очень большие. Нужно дождаться середины дня. Может быть в конце дня мы увидим увеличение значений кумулятивной дельты за свечной. За один день в этой свече. Если она станет ярко-красной, как пример в данном случае. И свеча не поменяется особо. То есть у нас не будет вот такого провала, вот таких огромных, огромного тела свечи. То это будет означать, что лимитная поддержка действительно есть. На текущий момент, после заседания в Джексон Холле, после симпозиума, Пауэлл сказал, что в принципе в ближайшее время ничего меняться не будет. Они смотрят за рынком труда, за инфляцией и так дальше. Ну все вот эти сказочки. То есть пока что о сокращении речь не идет. На текущий момент, хотя будет идти на ближайших заседаниях. На этом фоне ожидания были, что Пауэлл скажет что-то по поводу ужесточения. Американский доллар двигался вверх. Сейчас ожидания не оправдались. Соответственно без вот этих ожиданий, без надежд. Американский доллар без проблем может корректироваться. И в ближайшее время до фактического наступления ситуации, когда действительно будет ужесточение. Поэтому мне интересно на этой неделе увидеть вот такой сценарий, вот такое развитие событий. Протестировать область, в которой набирался объем, где принимал на себя объем лимитный покупатель. Посмотреть, что он будет делать. Будет он принимать объемы дальше или нет. Вот для того, чтобы это увидеть, нужно, чтобы цена немножечко либо здесь болталась, либо немножечко корректировалась ближе к этой области. И у нас должны быть вот плюс-минус такие распродажи, которые не приведут к падению цены. Но это в любом случае на этой неделе я жду давления на американский доллар. На этом фоне остальные активы, такие как евро, будут чувствовать себя хорошо. Будут чувствовать себя лучше, чем в предыдущей неделе. И также давайте посмотрим сот-отчеты. Судя по сот-отчетам, хеджеры очень активно набирали позиции. Прямо неделя открытого интереса, потому что позиции открыли много. Судя по сот-отчетам, которые были вот самые свежие, по евро хеджеры открыли 17 тысяч контрактов в лонг, 3 тысячи контрактов в шорт. И на этом фоне мы видим, что позиции хеджеров и позиции хедж-фондов резко разошлись. То есть, если до этого у нас хеджеры плавненько набирали, так и все осталось. А вот хедж-фонды, они достаточно агрессивно взяли лонг. И вот сейчас уже его, в принципе, и сбросили. Попытались заработать на вот этом отскоке. Две фигуры прошли, даже чуть-чуть больше. Окей, судя по ситуации на рынке, судя по тому, как агрессивно лимитный покупатель выбирал ликвидность вот здесь. В данном, вот, чуть-чуть не так, вот тут и вот тут принимал объем и не пускал цену ниже. Я считаю, что есть все шансы на пробитие локального максимума, то есть на пробитие отметки 1.1910. Здесь не так много осталось, здесь одна фигура. Ну, вот, как-то плавненько подойти к области сначала на меньших выплат по опционам. Здесь интересно увидеть реакцию. И важно закрепиться выше этого уровня. Ну, а дальше уже тестировать его и пойти повыше. Я считаю, что в преддверии экспирации по фьютирсным контрактам, квартальным контрактам, мы зафлетим, мы побудем в боковики, учитывая то, что хеджеры активненько набирают лонги. Они рассчитывают, что цена следующего контракта с большей вероятностью уже пойдет вверх. Поэтому есть смысл присматриваться к лонговым историям. Это не будет пока что среднесрочный трейд, это приоритет для торговли внутри дня, может быть свинг, как будут появляться ситуации. Потому что в данном случае покупать среднесрочно со стопами ниже локальных минимумов, либо где-то в область вот этой протраговки, ну, это достаточно большой стопик получается. Потенциал хода здесь достаточно ограниченный. 1.2, 1.21, вот в этот диапазон я жду цену. Но уже, скорее всего, на следующем фьючерсном контракте. Швейцарец, без внимания, пока болтаемся вот так в узком боковике, здесь особо и ловить нечего. Так, дальше у нас австралийский доллар, это интересно. По австралийскому доллару, судя по соотчетам, тоже достаточно активненько открывались. 15 тысяч контрактов в лонг, 8 тысяч контрактов в шок. 15 тысяч контрактов. Это большой объем суммарно. Да, они 23 тысячи контрактов, хеджеры, открылись. Это большой объем для австралийского доллара. И вот мы видим, что реакция после этих событий была достаточно резвенькой. То есть, достаточно хорошо вырос австралийский доллар. Дивергенции кумулятивных дельт уже здесь нет. Давайте мы посмотрим в данном случае на вот этом отскоке. Ну, тоже ничего здесь интересного не происходит. Мы с вами обсуждали идею работы от этой области к уровню наименьших выплат по опционам. Идея остается актуальной и на текущей неделе. Мне очень нравится, что много раз продают по рынку. Да, цену не пускают ниже уровня объема. Я думаю, что все-таки ее пробьют где-то пониже. И тогда мы пойдем повыше. Но то, что лимитный покупатель удерживает цену, это прям отлично. Это хорошо. Он принимает на себя объем. Есть смысл додерживать лонги к уровню наименьших выплат по опционам. Часть, наверное, будет смысл и подержать побольше. Подольше. Окей. Японская иена. Судя по сот-отчетам, там лонги не открывались, закрыли 5000 контрактов в шорт. Ну, это неинтересно. Вот я считаю, что у нас продолжился болтанка вот в этом диапазоне. Пока среднесрочных целей ставить не буду. У меня шорт Австралия, шорт японская иена против лонга по австралийскому доллару. Жду схождения. По британскому фунту, судя по сот-отчетам, достаточно тоже много открывали. Давайте проверю. Фунт 25 тысяч контрактов в лонг. 25 тысяч контрактов в лонг. Один контракт. Одна тысяча контрактов в шорт. Это огромный прирост. И все, хочу отметить, что все вот это было набрано в данном случае. 25 тысяч контрактов. То есть они и покупали по рынку, и выгребали ликвидность, принимая ее в виде лимитных ордеров, лимитных заявок. Лимитно принимали. Я считаю, что движение продолжится у нас на текущий момент. Пока что удержания со стороны лимитного покупателя нет, но оно было вот в данном случае. Вот эта область, давайте мы ее себе отметим. Отметим. Вот здесь принимался объем. Правильно я понимаю? Да. Есть. И здесь. Чуть-чуть ее нужно поуже сделать. Вот где основной объем принимался. Вот в данном случае. Четко мы видим прием объема. Поэтому следим за этой областью на этой неделе. Буду и среднесрочно, и спекулятивно покупать. Интересно, как поведет себя Британец в ближайшее время. Потому что до уровня наименьших выплат, как и до уровня ближайшего сопротивления уровня и объема, две фигуры, практически две фигуры, полторы, уровень наименьших выплат по опционам переместился чуть повыше. Дойдет или не дойдет? Одна неделька осталась. Экспирация опционов будет вот уже в ближайшее время. Так. Хорошо. Дальше. Новозеландский доллар. По новозеландскому доллару аналогичная картина, как и по австралийцу. Здесь, судя по соотчетам, 2500 контрактов в лонг, 1000 контрактов в шорт. Здесь особо сильно не поменялась картина. Это небольшой объем. Он значимый, но небольшой. Он значит только как символ, символический. Потому что они продолжают, хеджеры продолжают набирать лонг позицию. Мы вернулись в эту область. Мы дошли к этому диапазону. И на текущий момент среднесрочная идея отработала себя полностью. Есть смысл поддержать часть объема на пробой. А вдруг все-таки пойдет. Но оставлять только небольшую часть. Особого смысла здесь сидеть дальше в лонгах пока что я не вижу. И последнее. Это у нас канадский доллар. Судя по соотчетам, там ничего сильно не поменялось. Остаемся болтаться в боковике. На этой неделе будут данные PMI, ВВП будет выходить. Еще ряд статистических данных. Я уверен, что именно эти данные смогут двинуть цену и показать нам понятные какие-то сигналы для принятия решений. Пока что мы болтаемся вблизи уровня сопротивления, уровня на меньших выплат по опционам. Особой реакции ни лимитного покупателя, ни продавца я не вижу. Пока без торговых идей. Также на этой неделе выйдут данные по рынку труда в США. Это будут максимально важные данные. Потому что Пауэлл, как и в целом все председатели ФРС, он что говорит? Мы будем внимательно следить за рынком труда. Рынок труда должен восстанавливаться, должен продолжить восстановление. Что в прошлом месяце супер, почти миллион позиций прибавилось. В этом месяце должно быть не очень сильно хуже. И вот рынки ожидают, что 700 тысяч плюс новых рабочих мест будет создано. Если эта цифра будет ниже, это хорошо воспримется рынком, потому что QE еще не скоро отменят. Если значительно лучше, как в прошлом месяце, то вероятность сокращения, по сути, QE, она очень сильно вырастет. На ближайшем заседании она и так неплохо там выросла. Окей, биткоин. Между валютами и сырьем у нас биткоин. Биткоин протестировал область в 49 тысяч. Он там даже пытался как-то на фьючерсах некоторых бирж задвинуться выше 50 тысяч. Но, как мы видим, удержали цену. Не пускают пока что повыше. Лимитное сопротивление достаточно плотное и не дают прям вынести шорт участников. Я все-таки жду, что будет вот такая ситуация. Но для такой ситуации, ну, это просто хорошая цена будет для того, чтобы добрать позицию. Пока что сижу с медвежьим спредом. И шорт приоритет к отметке 42 тысячи. Так, дальше у нас золото, нефть. Нефть без идей. Мы добрались к целевым уровням. Пока что здесь ничего интересного, в моем понимании, не происходит. Пока что спекулятивно. Если будут появляться точки входа внутри дня, ну, там вы знаете. Дивергенция, пин-бар, HFT, уровни. Вот, если такая история будет появляться, буду отторговать среднесрочно. Пока что идей нет. Золото. Среднесрочный шорт жду. Мне очень хотелось бы поработать в шорт вот этих уровней. Я взял небольшой шорт от данного уровня сопротивления. Пока что жду, пока смотрю. Открытый интерес прирастает на растущей цене. Это не в мою сторону. Это в сторону лонга. То, что удерживали. Если вы помните, да, вот пятница вот здесь мы с вами рассматривали. Я говорил, что с большей вероятностью удержат цену над уровнем объема. И даже потащат повыше. Потому что лимитное сопротивление там было слабеньким. А вот лимитная поддержка была достаточно плотной. Много принимал лимитно крупный участник. Продаж принимал. Именно продаж. Вот. Так. Открытый интерес не в мою сторону. Давайте посмотрим дивергенцию. Есть ли дивергенция вблизи максимума. Вот здесь мы плавненько. Нет дивергенции. В принципе, за последнее время. Да, все четко. Все четко. Растем. Рынок растет. Много покупают. И количеством. И объемом. Идея. Напомню. Почему шорт идея? По той причине, что у нас вот в данном случае была пустота. Да. То есть, лимит на никого. Никто не встречал цену. И вот это очень странно. Поход выше отметки 1840. Касание даже туда. И буду начинать сокращать позицию. Здесь мы видели реакцию продавцов. Они не пускали цену. И если они смогут все-таки пробиться повыше. Вот 1835-1840. В этом диапазоне стоит принимать решение о закрытии шортовой позиции. Потому что дальше просто потулят еще повыше. Пока что не отрабатывает себя идея. Медь. Продолжается движение. Вот газ. Интересно. Газ интересно. Потому что вот что мы сформировали. Открылись мы с гэпчиком повыше. 450 зацепили. И на текущий момент корректируемся. Хочу отметить, что была достаточно яркая реакция лимитного покупателя. В данном случае. Посмотрите, как много он принимал объема. То есть, оп. Я ждал, что у нас формируется хорошая ситуация для покупки пута. И вот эта ситуация, она была прям очень красивая. Но закрытие следующей свечи. Оно явно говорит нам о том, что не стоит пока спешить с продажами. Посмотрите, какой большой объем. Даже в сравнении с предыдущими. Какой большой был проторгован. Причем в основном на продажу. А цена не упала. Она даже выросла немного. Даже закрылась с повышением. Ну, это такое смешное повышение. Я веду к тому, что газ пока что шортить не стоит. Нам нужно дождаться более красивого сигнала. Вот это не то. Не то, как и то. Хотя, если у вас есть возможность покупать путы на мини-контракты. Ну, в принципе, это можно сделать. Даже против текущего тренда. А о чем черт не шутит. Они сейчас дешевые. И цена может просто вот так. Пум. И скорректироваться. И эти путы принесут хорошо денег. И это будет просто вменяемая коррекция к области поддержки, с которой мы дальше пойдем вверх. Такое тоже может произойти. Хотя вероятность такого сценария пока что маленькая. Так. Австралиец против японской иены продолжает по чуть-чуть сходиться. Ждем. Жду. Фондовый рынок. Осталось фондовый рынок. Если у вас будут вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Да. Все-таки стараемся. Стараемся следовать графику. Не упускать. Ни одного не пропускать стрима. Так. Фондовые индексы закрылись достаточно сильно. Они закрылись в максимумы. Практически все. Хай закрылся в хай. Закрылся в хай. Это сила. Это сила. Потому что пятница закрытия недели закрылись в максимум. Смущает две вещи. То, что открытый интерес там не сильно прирастает. Ну, скоро и экспирация. Это окей. Но больше всего смущает это объем. Вверху. Практически весь объем был сосредоточен вверху. Я понимаю, после новостей. Американская сессия во второй половине. Все это проторговалось окей. Но. Ну вот. Вот это не признак силы. Это не признак того, что будут пытаться двигать цену дальше. Пока что в моей голове все драйверы для дальнейшего роста исчерпаны. Ожидания по поводу ужесточения политики. Они будут только нарастать. Вот в пятницу мы увидим данные по рынку труда. Эти данные сильно изменят ожидания по монетарной политике на ближайшем заседании. Поэтому пока что шорт-приоритет у меня остается. Это не глобальный, не тактический какой-то шорт. Против американского рынка лучше не становиться. Это шорт для внутридневной торговли. Шорт-приоритет для внутридневной торговли. Вот. Посмотрим. Тоже интересный факт. Смотрите, сколько много покупали. А цену сильно не затолкали вверх. Хотя по валютам была абсолютно обратная ситуация. Пытались продавать, но цену прям удержали. Шорт-приоритет по индексам. Все просто. Дивергенция кумулятивных дельт. Вот плюс-минус такая история. HFT, pinbar на локальном максимуме. С обновлением локальных максимумов. И вот это будет хорошее. Можно также пользоваться профилем среднего проторгованного объема. Но стоит помнить, что его желательно натягивать хотя бы на полторы-две сессии до этого. Чтобы его включить, мы выбираем профиль, который натягивается. Дважды выделяем его. Правая клавиша. Здесь профиль среднего объема на сделку. То есть это средний объем, который торговался в одной сделке. Мы заметили, что, и это логично, если цена пытается развернуться, если она будет разворачиваться, то чаще всего на локальных минимумах только продают. Вы посмотрите, профиль красный какой огромный по сравнению с другими профилями. Это означает, что на локальных минимумах много продавали и продавали большие объемы. И чаще всего это один из хороших факторов для того, чтобы поработать здесь, в данном случае, на разворот. Вот аналогичные истории желательно смотреть вблизи локальных максимумов. Это будет хорошее подтверждение для ваших точек входа. На этом все. Всем хороших торговых будней. Ждем данные PMI Китая, PMI Британии, Германии и США, а также данные по инфляции в еврозоне. Все больше и больше интересуюсь данными по инфляции в еврозоне, потому что она там стагнирует, она там стоит. И вот в последнее время чуть-чуть как-то пытается расти. И интересно наблюдать, вырастет она все-таки когда-нибудь выше 2,5% таргета или нет. Всем счастливо до пятницы. Продолжение следует...